МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Те, в которых щеголял Джеймс Бонд, продали за 72 тысячи долларов. А исполнитель в роли Шерлока Холмса, не прикрыв свои, получал национальную премию. Что расскажет о мужчине его плавки? Разберемся прямо сейчас. Встречайте! Актриса Екатерина Колесник, участница мастер-шед Юлия Кшелучко и участница проекта Холостяк 6 сезон Алина Притула. АПЛОДИСМЕНТЫ Мои дорогие, рада, что вы согласились встретиться со мной. Уверена, что вам уже нравится обстановочка. И вот почему мы сегодня на пляже. Американские психологи разработали целую систему, как определить сексуальность мужчины, его поведение в постели, отношение к партнерше с помощью всего лишь плавок. Да, вот так посмотреть на то, какие плавки носит мужчина, и понять, можно ли строить с ним отношения в будущем. Почему я пригласила именно вас? Ну, во-первых, мы все девушки свободные, готовы к новым отношениям. Во-вторых, достаточно опытные, то есть мужчин, партнеров в плавках уже видели. Поэтому сможем не просто послушать то, о чем говорят американские психологи по этому поводу, но и выразить свою точку зрения. Ну, соизмерить теорию со своим жизненным опытом. Таким образом, мы сможем сказать да или нет теории, и помочь не только себе определиться с перспективами того или иного мужчины в отношениях, но и многим женщинам. Пляжный сезон, можно сказать, в разгаре. Вот вы куда отдыхать поедете в этом году? Я планирую ехать за границу, и, соответственно... Около моря будешь отдыхать? Обязательно. Мне бы эта информация пригодилась. Так. Я сто вид с такого буду ехать и на море, и для меня эта информация будет дуже важлива, и мне вже цікаво, все там, як там. Так, Катюша? Ну, я не могу, конечно, без моря. Так, пока что не знаю, когда будет отпуск, но на несколько дней в Грузию я бы хотела слетать в Батуми, мне там очень понравилось в прошлом году. Ну, я там еще не присматривалась, кстати, к грузинам в плавках. А вообще курортные романы, знакомства на пляжах случались? У меня лично нет. Нет? Вот так категорично? Нет, я не категорично, да. Я просто говорю к тому, что они будут, но пока что их не было. Ну, я могу сказать, что курортные романы, ну, конечно, как у всех хороших женщин были у меня. Спасибо. Вы будут. Но, на самом деле, я хочу сказать, что мне сегодняшняя информация была бы очень интересной, потому что я никогда не могла подумать, ну, реально, что как-то можно по типу плавок, можно понять, какая человек. Может, Винда, тебе не понравился сегодняшний, а его плавки – это твоя судьба. У меня тоже не было курортных романов, так как раньше... Что они все врут? Я это гуляж располагает вообще. Нет, просто до этого я всегда ездила со своим парнем отдыхать. Отлично. Ну, какой курортный роман? Ну, он же был в плавках некоторое время. Ну, естественно. Нравится мне сегодняшняя наша тема. Кстати, вот информация по поводу того, как плавки связаны с характером мужчины и его качествами в отношениях, могут пригодиться не только девушкам, которые в поиске, но и тем, кто уже в отношениях. Ведь мы можем таким образом скорректировать, больше понять партнера, и, может быть, как-то со своей стороны улучшить отношения. И подсказать, какие плавки стоит купить. Вот именно. Если мужчина не сам покупает плавки, а такое тоже бывает, все равно это может его как-то характеризовать, потому что он же согласился их надеть и чувствует себя в них комфортно. Так что, в целом, эта теория касается всех мужчин. Так что, те, кто не занят в плавках, это наши объекты. Вы готовы перейти к теории? Да. К теории потом будет практика, я правильно понимаю? Как ты видишь, пляж есть, значит, практика будет. Так что, вперед! У нас много работы. Мы будем рассматривать сегодня три типа самых популярных плавок. Я своих подруг поспрашивала, в каких плавках ходят мужчины. И вот сформировалась такая картина. Плавки-шорты, традиционные плавки, или слимы их еще иногда называют, и плавки-боксеры. Ну, такие коротенькие шортики. Скажите, пожалуйста, а стринге мы не будем рассматривать? Шолунишка! Причем на практике сразу. Это не такой распространенный тип плавок, но американские психологи, конечно, не обошли вниманием. Так что специально для Юли я об этом расскажу. Мне дуже цикало. Ну, а давайте начнем с боксера. Кстати, мой второй супруг, довольно приличный мужчина и сексуальный, любил такие плавки. А у вас среди знакомых мужчин были те, кто таким плавкам отдавал предпочтение? Да, мой бывший молодой человек. Ну и как? Вот в характере, в отношениях? Он спокойный был, с чувством юмора. Я думаю, что вот эти плавочки, возможно, подходят мне и в будущем. Я могу сказать, что это наиболее вид моих плавок. Ну, не моих, а мужчин. Sorry. Вот. Мне кажется, что человек в них выглядит достаточно сексуально. И самим мой мужчина, с которым я жила, мы очень долго встречались, и он носил сами такие боксерки. Вот. Он был достаточно сексуальный, он был такой статный, у него была очень красивая фигура, он был такой самозакоханный, властный. А ничего себе, у меня не властный был, кстати. Вот. Мне кажется, что, например, я там не отвечала его параметрам, то он мог бы и поделиться налево. Вот. А я говорю, а мой был верный. И мой тоже. Мои бывшие молодые люди предпочитали не боксеры, поэтому я просто наблюдала картину со стороны. Но мне кажется, что, ну, во-первых, это трендовые плавки, то есть они модные, и их, как правило, надевает молодежь. Такие парни, они следят за своей фигурой, то есть они там упиваются вниманием других женщин. А что касается моего супруга, то мне кажется, что он носил именно такие плавки-боксеры, потому что это удобно. То есть ему хотелось так, надел, и на пляже уже свободно купаешься, загораешь, и не нужно, извините меня, как традиционные плавки, и из попы их периодически выковыривать. То есть это удобный вариант для уверенного в себе мужчины, который думает, мне все идет, вот я пришел сюда отдыхать, а вы как хотите. И вот это поведение, оно, в принципе, распространяется и на более интимные отношения, по моим наблюдениям. Просто человек поступает так, как хочет, а вы можете подстроиться. И поэтому у него была такая любимая фраза, я, кстати, тоже иногда становилась жертвой этой фразы, не нравится нафиг с пляжа. Итак, первый тип плавок, боксеры или боксерки, и так и так можно называть этот тип плавок. Напомним друг дружке, как это выглядит. Девочки, я стесняюсь. Она сразу уверена, что он с ней познакомится, а не с нами. Но я-то рассчитываю на курортный роман вообще-то. Здесь уже... Идет, идет! О, май гад! Давайте нервно пить коктейли. Здравствуйте. Пожалуйста, на наш пляж. Снимать не будете? Я в любви. Это хорошо. Куда смотреть? Я не знаю. Ягдисты. Красиво. А почему он так быстро уходит? Уходит! Ушел. Я как бы была мужчиной, я, наверное, тоже боксерки настыла. Были боксерки, остались только следы на песке. И исследования американских психологов, которые точно знают, каков этот мужчина в постели. Представляете? Давайте я вам зачитаю. В отношениях мужчина, который носит боксеры, уверенный в себе человек. Или он жаждет быть похожим на уверенного. Ему нравится управлять событиями, потоками дел, денег и вами в том числе. В отношениях с таким мужчиной вы даже не заметите, как начнете ему подчиняться. И вам это понравится. Выражение, как за каменной стеной, именно о мужчинах, которые предпочитают такие плавки. Ну и немного об интимных отношениях. Секс для них еще один способ доказать что-то себе, да и вам тоже. Поэтому он очень старателен, внимателен к пожеланиям партнерши. Но это большие ревнивцы. Итак, судя по тому, что вы рассказали, и то, что помню я о мужчинах в таких плавках, теория совпадает с действительностью. Я ничего не могу сказать, у меня нет слов. Я не могу отойти от этого парниши. Видишь, что плавки творят? Плавки, да. Все, что вы прочитали, полностью совпало с тем, что я рассказала. На все 100%. А у меня нет. То есть, в принципе, можно ориентироваться на плавки. Но, разумеется, мы же не дурочки, чтобы только на плавки полагаться в отношениях. Нет. Тем более, что есть другие виды плавок, девочки. Следующий вид плавок. Классические плавки. Пожалуйста, встречаем мужчину, девочки. Выходьте уже. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. 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 Пожалуйте на наш пляж. Не надо торопиться, мы лично никуда не спешим. Да ты какая червашка. Очень хорошо. Красивые плавки. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу, ну... Просто после слова «хочу» уже можешь ничего не говорить. И тем не менее, традиционные плавки. В таких плавках ходил мой первый муж. И все. У меня все. А у меня вот оба родных моих брата старших предпочитают такой вид плавок. Причем они разные сами по себе. Старший брат, который на 8 лет меня старше, он такой практичный, покладистый, прислушивается к своей супруге, правильный. А вот тот, который на 6 лет меня старше, он вредина, жуткая, капризный такой прям. Пошутить, подколоть. Ну и с супругой вот точно так же. Он, возможно, прислушивается, но не так, как самый старший брат. Даже не знаю, почему так. А? Надежда. А что, подожди, а что общего есть? Они мои братья. Кроме этого. В характере. А может быть, они самостоятельные? Они самостоятельные, конечно. А может быть, они внимательны к женщинам, несмотря на разницу? Внимательные. Зачем ты меня так... Ты видишь, вот. Ты знаешь моих братьев. Я просто думаю, что если ты вот такая хорошая, то они... Они верные, вот, хочу быть верные. Прекрасно. Да. Что касается вот моего опыта с мужчиной, который любил больше такие классические плавки, то это спокойный, уравновешенный человек, который на пляже занимается чем? Загорает и купается. Фух. Да. В отношениях тоже спокойный, верный. Я бы сказала, не любит экспериментов. Вот где-то так. Консервативный, наверное. Консервативный, да, да, да. Ну, для меня вообще такие плавки, это как минимум прошлый век. Оскорбляй нас, оскорбляй. Нет, я больше всего наблюдала, чаще всего, что мужчины в таких плавках, они либо женаты, либо уже в возрасте, либо им, по сути, все равно, как они выглядят, и по них видно, что они закомплексованы. А ничего страшного, что это любимый вид плавок Арнольда Шварценеггера? Ничего страшного. А, он же тоже из прошлого века. Как я забыла, боже-боже. И вот эти фото на пляже, смотрите, разница в десятки лет. А он, похоже, в одних и тех же плавках. Хорошо, Юля, продолжай. Сексуальный дедок. Мой молодой человек, про которого уже рассказала, который носил боксерки. Так. Мы достаточно долго встречались, мы жили разом шесть лет. Вот. И я могу так вам сказать, что в последние часы, да, вот, он начал покупать себе сам вот такие вот плавки. Вот. И начинал старичные. Так вот дома, ну, я так еще смотрела, ладно. Но когда мы поехали на море, я не знаю, чого, но мне было соромно с ними ходить. Я их просто ховала. А он говорит, где мои плавки? Я говорю, не знаю. Надевай боксерки, да? Я говорю, а что ты носишь эти плавки? Он говорит, ой, смотри, как хорошо мои ножки загорают, смотри, ой. Ну, и правда. Тут и вот все. Следующий этап был бы стринги. А не даром Юля спросила. То есть были боксерки, опа, плавочки, потом стринги. Юля же говорила, Надя, а стринги будут? Да, да, да. Придется пригласить твоего бывшего, чтобы он в стрингах тут походил. Я думаю, что он был бы не против, потому что он такой тоже. Короче говоря, если это что-то будет показателем, то мы просто расстались. И я, кстати, со своим первым мужем рассталась. Если первое есть слово, то, наверное, да. Ну что, получается, у нас довольно противоречивая информация, которую нужно сверить с теорией. С мужчиной в таких плавках не всегда есть о чем поговорить. Они либо постоянно твердят одно и то же, либо просто не находят, что сказать. С вами он будет вежлив и внимателен, но будьте готовы выслушивать его жалобы. На друга, начальника, периодически нудит. Что касается интимных отношений, то в сексе такие мужчины любят разнообразие, эксперименты и довольно разборчивые. К сожалению, они быстро остывают, и это может стать причиной измен. Да, вот эти плавки. Поэтому, если вы хотите быть таким мужчиной, меняйтесь и удивляйте его почаще. Удивляйте, дают рекомендации. Я удивила, я ушла от него. Мне просто на счет твердят одно и то же. Ну, я просто думала, это с памятью проблемы у брата, а он оказывается, что это все плавки. То есть все-таки есть частично подтверждение этой теории. Да, да. Предлагаю вам посмотреть на следующий тип плавок. Это плавки-шорты. Шорты. А стринги? Будут? Мы будем обсуждать. А, стринги. Ну, поскольку Юлечка абсолютно не может ждать уже, уже стринги просто у нее здесь в глазах. Я сейчас расскажу о стрингах. Юлечка, это зрелище не для слабонервных, тем более, что мы со спины в основном смотрим. Ну, что мы там увидим? Голую попу только. Итак, плавки-стринги. Есть смелые мужчины, или дурные, я их еще называю. В отношениях они непостоянны, непредсказуемы. Это может притягивать и удерживать интерес партнерши. Вот посмотрите на Юлю, она явно заинтересована. Семья для мужчин, которые обожают плавки-стринги, это последняя Юля, что интересует их на этой планете, утверждают американские психологи. Если мужчина любит открытое белье, да, он, конечно, экспериментатор, и эксперименты он устраивает во всех сферах жизни. То есть изменить для него, это плевое дело. Это просто эксперимент, он даже не подумает, что тебя обидит. В сексе всегда хочет чего-то остренького и необычного. Он всегда найдет, чем вас удивить. Вы знаете, я запитала не просто так, потому что я там хочу на все там... Ну, я, конечно, хочу подвинуть, но ладно. Нет, просто на самом деле меня это возмущает. Потому что я так и видела в своем жизни, и там, где на пляже, где дети, где вообще... Ну, это аморально, я так считаю. Я была на Казантике. Там это нормально вообще. Там это нормально. Фестиваль, все так ходят. Я видела тоже двух парней, загорали, стоя на пляже. Плавки были обычные, но они как бы подвернуты, как стринги. Ну, естественно же, это ж надо... Это вообще безумие, засовывать плавки в попу. Через минут 15-20 уже там возле них девушки. Уже они познакомились, девушки уже к ним там подвинулись, они уже вместе общаются. Как бы все хорошо. Конкретно я с ними не сталкивалась. То есть я не знаю характера, там предпочтений. Есть одна маленькая история. А ну-ка. Я несколько лет, ну, может, года 4 назад отдыхала в Таиланде. И я, ну, просто себе на постилочке одна лежу, загораю курочкой. А напротив, собственно, играет мой молодой человек в волейбол пляжный. И ко мне подходит иностранец, такой у него белые длинные волосы. Я еще обзавидовалась, думаю, какой везунчик. И у него вот точно так же плавки завернуты были в попу. И он там что-то, в общем, как дела и все такое, как зовут. Не хочешь сегодня пойти на там Blue Moon Party, там какие-то вопросы задавать. Я говорю, я-то не против, но если пойдет с нами мой молодой человек. И он, я-то думала, ой, да, извините, ну, как обычно бывает это. Нет, не против. То есть его вообще не смутило. Здесь же написано «экспериментатор». Да-да-да-да. Кстати, вот Никита Джигурда. Это да. Джигурда. И он носит плавки-стринги в своем преклонном возрасте. А в отношениях он действительно буйный. Во всех отношениях. Я думаю, вы со мной согласитесь. Пусть только он и носит. И теперь мы можем смело переходить к третьему виду плавок, довольно распространенных. Это плавки-шорты. Внимание на пляж. Ну, давай, Джигарниша. В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и фигура, и плавки-шорты. И боковые мышцы-пресса. И татуировка. Ой, куда же вы так быстро? СМЕХ Ну, походите, походите еще немножко. Мы посмотрим на плавки. Ой, не надо. Не снимайте. Не, почему, может быть, там стрим? Ничего, ты. Я думала, это подарок. Спасибо вам большое. Вы нам очень, очень помогли. Очень помогли нам. Итак, плавки-шорты. Жизненный опыт. У меня жизненный опыт был именно с шортами. Наконец-то. Ты хоть что-то нам расскажешь о личном. Это не самый благоприятный, наверное, опыт. Потому что это тотальные ревнивцы. Просто до маразма доходят, до какого-то абсурда. Помимо того, что он ревновал, он еще указывал, как мне одеваться. То есть, допустим, там купальник бикини нельзя, все закрыто. Тоже плавки-шорты, что ли? Плавки-шорты. Это вообще в идеале. Если на меня кто-то смотрит, то еще виновата я, что на меня смотрят. Как правило, наверное, такой более эгоистичный молодой человек. То есть, ему важнее сделать так, как он хочет. И такой, наверное, скрытный. Ну вот, плавки-шорты, они же много скрывают. Значит, он, наверное, скрыт. Что-то в этом есть. Потому что после нашего расставания я много чего узнала. Того, чего не знала. Ага. Тебе, значит, не разрешала, а сам себе позволял. Ну, как бы да. Вот же ж. Ну, я так не могу сказать. У меня достаточно хороший опыт в этом шорте. В этих плавках, да? В этих плавках, в шортах. И мой первый молодой человек, это мое первое любое. Он очень хороший семьянин. Гарная людина, очень интеллигентная, воспитана, все. Но какой же он ревновец. Это просто, просто жесть. На пляж пойдем. Ну, чуть-чуть, знаете, так вот, трусики вот так идуть. Плавочки вот так идуть у меня. Вот так вот чуть-чуть сбоку. У него уже сердце стаёт. Ты шо? Не иди так, это ты. Аккуратно, аккуратно. Утром на работу иду. Так нельзя. От зачем ты это вдеваешь? На что ты там? Кто тут? Ага, все, понятно. Все, понятно. У тебя там этот, у тебя там кто-то есть. Все, все, иди. Мне не можно было навіть распускать косы. Ну, мне подобалось, ну, вот, что он в таких плавках. Мне нравятся мужчины в таких плавках. Ну, кстати, мне нравится. Ну, у меня был не такой долгий опыт. Но я могу сказать, что действительно был ревнивый. Это правда. То есть не доходило до крайности в плане волос или в чем ты пошла. Но какие-то вещи я уже видела просто по изменению, по выражению лица. Да, я уже понимала, и мне надо было из него тянуть. Ну, что такое? Ну, почему? Ну, как? Ну, вот, потому что там посмотрю, так-так-так-так. Ну, что? Ну, почему? Ну, я же не виновата, что так. Ну, конечно. И вот это вот так вот. То есть надо было... Это говорит о закрытости, потому что сразу он не скажет. Он сделает мину. Ну, слушайте, ну, поразительно, потому что, согласно исследованиям американских психологов, такой характеристики, как ревнивец, нет. Нет. Вот что американцы понимают. Вот что они предлагают в качестве характеристики отношений мужчин, которые предпочитают плавки шорты. Ценит комфорт, бережет свое здоровье, довольно романтичен и безрассуден. И у него хорошо развиты чувства юмора и интуиция. Он душа компании. В отношениях с ним вам придется довольствоваться, ролью второго плана. Но оставшись наедине, он будет принадлежать только вам. Такое впечатление, что мы сейчас говорили об абсолютно разных мужчинах. Нет, ну какие-то вещи совпали. Например? Чувство юмора, душа компании. Так, цена, она похожа. И наедине, действительно, мы же наедине только... Наедине к кому он будет ревновать? Ну, не к дивану же, правильно? Поэтому, конечно, все было гармонично, когда наедине. Только выходишь в свет. А вот в сексе, девочки, такой мужчина может быть нерешителен и не уверен. Поэтому вам нужно быть к нему терпеливой и быть готовой указать ему правильный путь к вашему наслаждению. Прям цитата из Камасутры. Станьте его наставницей, и он будет послушным и способным учеником. А в награду подарит вам свою верность. Может быть, вы что-то не то делали с этими мужчинами, что они такие ревнивые были? Я думаю, я все это делаю. Вот эти мужчины, которые любят плавки и шорты, оказались какими-то самыми противоречивыми, да? Да. Просто над ними надо поработать скорее. Золотые слова. Хайбовны взагалей ходят без плавок. Голи. Поедем на нудистские. Кстати, отличная тема. Да, девочки, договорились. Разговор для... Тема для следующего разговора у нас уже есть. Что касается сегодняшней теории, получается, что есть совпадение, а есть и теория, которая не совпадает с действительностью, а это значит, что нам нужно наблюдать и делать свои выводы. Спасибо вам огромное. Спасибо. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Субтитры подогнал «Симон»!